Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 августа, Православная Церковь совершает празднование Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других местах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородице приходят и христиане других исповеданий. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об исцелении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников. Празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери 23 июля было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года. Летом этого года во время Сбаражской войны с турками в царствование польского короля Яна Сабеского полки, состоящие из татар, под предводительством хана Норидина через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братья и мирян обратиться к небесным заступникам, Пресвятой Богородице и преподобному Иеву Почаевскому. Иенокие миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу Божьей Матери и к раке с мощами преподобного Иева. Утром 23 июля с восходом солнца татары держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь Акафист Божьей Матери. С первыми словами в сбранной воеводе над храмом внезапно явилась сама Пречистая Богородица, а Мафур, белоблистающийся распуская, с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иев находился близ Божьей Матери, кланяясь ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иева, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда. В 1721 году Почаев был занят униатами, однако и в это трудное для лавры время монастырская летопись зафиксировала 539 чудотворений от прославленной православной святыни. Во время господства униатов во второй половине XVIII века, например, граф униат Николай Потоцкий стал благотворителем Почаевской лавры по следующему чудесному обстоятельству. Обвинив своего кучера в том, что взбесившиеся лошади перевернули коляску, граф достал пистолет, чтобы убить его. Кучер, обратясь к Почаевской горе, поднял руки вверх и воскликнул. «Матерь Божия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!» Потоцкий несколько раз пытался выстрелить из пистолета, никогда ему не изменявшего, но оружие делало осечку. Кучер остался жив. Потоцкий немедленно отправился к чудотворной иконе и решил себя и все свое имущество посвятить на устроение обители. На его средства построены Успенский собор и братский корпус. Возвращение Почаева в лоно православие в 1832 году было ознаменовано чудесным исцелением слепой девочки Анны Акимчуковой, пришедшей на поклонение святыням 70-летней бабушкой за 200 верст из Кременец-Подольска. В память этих событий архиепископ Волынский, священно-архимандрит Лавры, Иннокентий установил еженедельное по субботам чтение соборного Акафиста перед чудотворной иконой. Во время управления Лаврой священно-архимандритом Агафангелом, архиепископом Волынским был устроен особый предел на хорах Свято-Троицкой Церкви в память победы над татарами, освященной 23 июля 1875 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Празднуется прославление праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Раввенийского, священномученика Михаила, Троицкого пресвитера и мученика Андрея Аргунова. Совершается празднование икони Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость с грошиками. Все, кто носит имена святых, прославляемы Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Теземинидства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok